Если он будет быстро сохнуть, то он сохнуть будет неравномерно. То есть у него вот эта часть, вот эта уже сухая, а вот эта часть, у него заполним литр материала. Именно поэтому грамотное решение компании «Шитрок» не писать килограммы, а сказать, ребята, литр. Разбирайтесь дальше сами. Вот, сфантазировать. Из чего будут строить дом будущего? Шалаш. 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 В России камень будет. В России будет камень. А гипс, он примерно вот так вот выпускает свои кристаллические усы, а цемент работает вот так. Я постараюсь, да, теорию, 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 да, и теорию такой конкурс легкий, да, то есть идут изречные споры. А какая профессия вообще самая древняя на Земле? Ну да, две, две. Две точно. Две какие? Я вторую называть не буду. Попьешь. Самая древняя профессия на Земле – это строители. Какой-то пещерный человек, который вот жил, да, вот он, ну, как-то вжили-жили, животные-животные ползали, да, но как-то надо облагораживать жилище и что-то надо делать. И вот как-то созидать, облагораживать, и в моем понимании, не только в моем понимании многих, как бы, вот, фанатов этого направления, да, это строители. То есть люди, которые начали облагораживать и улучшать то, что там, где мы живем, то, что мы имеем, то есть мы это улучшаем. Одна из древнейших профессий – это строители. И вот первый человек, который в своей каменной пещере взялся что-то делать, он начал улучшать свое жилище. И здесь я хочу задать вопрос. Я его задавал, как-то мы не успели. А чем шпаклевка от штукатурки отличается? Слоем. Слоем. Назначением. Предназначением. Назначением. Штукатурка выравнивает, шпаклевка делает главным. Штукатурка выравнивает, шпаклевка делает главным. Хорошо. Штукатурка – это известь. Тут уже совсем близко к истине, прям горячо. Исторически человек на своей пещерной стене взял палку, взял кусок извести, глины, песка, смешал и начал что-то тереть. И вот это вот трение, оно из Италии, дальше, дальше. Вот это и есть штукатурка. Вообще, первый отделочный материал – это штукатурка. Отличное между штукатуркой и шпаклевкой для меня, в первую очередь, это технология нанесения. Как мы шпаклюем? Как мы, по идее, штукатурим? Я не беру сегодня внешний ротбанд и так далее. Понятно, что технологии сближаются, там правила. Но суть шпакатевки и штукатурки – штукатурка – это полутерк. То есть мы трем. И вот это вот была первейшая технология, которую человек придумал для того, чтобы каким-то образом выравнивать стены, готовить их там под фрески, отделки. Когда рисовали фрески, не было шпаклевок. Только была штукатурка. Разные фракции, разной толщины, разным составом материалов. Ну вот все. А когда появилась шпаклевка? И зачем она появилась? Шпаклевка появилась для того, чтобы быстрее все это делать. Очевидно, что вот так вот тереть или вот так наносить, мы делаем, получается, выигрыш во времени. То есть технология. То, к чему мы в конце концов идем, это улучшение или увеличение производительности труда. И вот производительность труда на шпаклевочных работах значительно выше, чем на штукатурных работах. Я думаю, что все с этим согласятся. Штукатурка – это особый вид работы. Шпаклевка следующий. Из шпаклевки следующим видом является то, что мы сегодня представляем. Это механизированное. Когда разница между механизированной шпаклевкой и обычной шпаклевкой всего в одном. Что при обычной шпаклевке мы черпаем шпателем и какие-то 200 грамм наносим на основание. А при машинном нанесении мы только разравниваем. То есть мы опять же увеличиваем производительность труда. То есть человечество развивается вследствие роста производительности труда. Больше индустриальных средств. Если раньше когда-то металл был вот, то сейчас металла уже не так актуальна. А какой будет дом будущего? То как мы можем себе сфантазировать? Из чего будут строить дом будущего? Шалаш. О, шалаш. Шалаш. В России камень будет. В России будет камень. Смотренные дома. А уже на сегодня есть технологии 3D принтеров. Которые заливают бетон по 3D моделированию. Большой экран. Они разрабатываются условно активно. А следующая технология, это наши институтские заморочки. Самый лучший дом будет, это генетический. Посадил семечку и вырос дом. А вот когда сделайте, так вы туда и приходите. Ну это как раз я. Тогда никогда не может динять. Илюстры выросли. А споклёп у кого продавать? Жизнь изменится. Семечками-то продавать. Никто не знает, как изменится мир. Мог ли кто-то изнать? Я не знаю, насколько моя разница. Я никогда не мог представить себе в своё время, что будет вот такая фигня. Что можно будет вообще больше ничем не пользоваться. Я начинал свой бизнес с таксофона на улице. Мне надо было позвонить. Я выбегал, бросал дружку и звонил. А потом убегал и опять звонил. То есть обратной связи не было. А на сегодняшний день это уже более технологическая часть. Вот как бы теория сделается. Теперь перейдём к теории от того, что дальше мне хотелось бы, чтобы мы разбирались. Самое первое. То есть, точнее как. Скажем так, существует три основных вида на сегодняшний день материалов. Штукатурки, шпахлёвки и так далее. Первое это цементная. Разновидности я брать не буду. Второе это гипсовая. Известковая это разновидность близко к гипсовой. Технологически это близкие пределы. Кстати, вопрос, почему так много осталось в истории памятников готических, римских. И так мало осталось древнерусских памятников. С дерева строили. То, что доступно, но недолговечно. К сожалению, вот эти каменные, конечно, лучше. Мы бы хотели строить так, чтобы это оставалось. Поэтому одна из важных задач в нашей отделке это создавать материалы, которые долговечные. Здесь я скажу уже как бы с лица компании Семин и себя. То есть цель компании давать шпаклёвки или материалы отделочные. Срок эксплуатации которых равен сроку эксплуатации основных конструкций здания. Чтобы все основные работы, которые мы делаем, они были так же долговечны, как камень, в конце концов. Это достаточно сложно, тут много коммерческих факторов. Но в принципе это одна из целей. Следующая цель это экология. То есть продукты, которые мы кушаем и дышим, то, что находится внутри нас, должно быть экологически. То есть не должно наносить вред здоровью. Самым ярким примером непонимания, что такое экология, является открытие радиации. Мария Складовская-Кури и вообще Кури, когда открыли радиацию. То есть радиации работали вот так. Нет никаких проблем. То есть собственно поэтому они и умерли. То есть лучевая болезнь и лучевая болезнь. Незнание проблемы не облегчает нашу жизнь. А проблемы существуют. Да, именно поэтому, еще раз говорю, мы боремся только за водные материалы без растворителей. То есть материалы на растворителях более прочные, даже надежные, но вредные. Я говорил уже, что они влияют на центральную нервную систему человека. И во Франции исследования показали, что маляры, которые уходят на пенсию, они страдают болезнью Айсгеймера чаще, чем обычные люди и так далее. То есть проблемы, поэтому дышать вредными парами категорически не рекомендуется. Материалы должны быть на водной основе. Цементная, гипсовая и современная, условно более поздняя, это полимерная. Вот что такое полимерная шпаклевка или гипсополимерная, или бетон полимерный и так далее. То есть полимер, понятно, полимер это синтетический материал, который в чистом виде в природе уже не встречается. Он синтезирован, и он играет такую связывающую роль. Примером, ярчайшим примером из полимера является, я такой пример привожу, мысленно. И как работают пластификаторы, и вот как работают полимеры. Представьте себе, я на дороге набрал кучу камней и положил их в пакет полиэтиленовый. И так вот их потрес. То есть камни трутся о камне, то есть такая тяжеленькая масса. Она перемещается, но тяжеленькая. А теперь я сделал так, прежде чем я положу камень в большой пакет, я каждый камушек положил в маленький пакетик, в полиэтиленовый. И у меня камень в полиэтиленовом пакете. Теперь вся эта масса легко двигается, она пластичная и так далее. То есть вот работает полимер. То есть это полимерная пленка. Для нас это облегчение в работе. Ну и естественно связка. Я рисовал схемы о том, что гипс, он примерно вот так вот выпускает свои кристаллические усы, а цемент работает вот так. Это отличие гипса от цемента. А для чего нужен полимер? Если у нас есть зерна заполнителя, для самого понимания это бетон, вот здесь вот есть гипс, который вот таким вот образом связывает, условно говоря, продукт и связывает частички между собой. Полимер делает то же самое, но только не как кристалл, который растет, а как некая пленка жидкая, которая вот так вот их все обкручивает и связывает. То есть это связующий компонент, который связывает. С постоянным развитием технологии искусственные материалы в некоторых случаях становятся дешевле, чем натуральные продукты, потому что другие масштабы производства и так далее. И вот работать с полимерными материалами как бы проще, интереснее, и многие свойства у них интереснее. Либо это гипсополимерный, либо цементно-полимерный, либо чисто полимерный. А в шпаклевках, в штукатурках это не актуально, потому что штукатурка толстослойная, и там гипс, цемент работают намного интереснее, чем чистый полимерный. А вот уже в шпаклевках это становится более интересно. И тут у меня еще один вопрос. Каким минимальным слоем можно нанести шпаклевку? толщину зерна наполнителя абсолютно правильно потому что каким минимальным слоем можно насыпать пшено по полу то есть тоньше не нанесешь как правило они располагаются в два полтора зерна потому что одно зерно достаточно нужно писано неоднородно да вот условно вот это вот это вот минимальная толщина в полтора в два 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 зерна наполнителя очень часто сталкиваюсь таким моментом да а вот там совсем-совсем тоненько дамы пожиже гипсовую шпаклевку развели да там даже но формально цементную гипсовую штукатурку и нанесли и замазали а в принципе слой она какой-то дает но дает это размазанная пленка то есть вот те кристаллы которые я рисовал да у них усы все обломаны то есть это просто некая масса прочности не имеет проблема в том что бесконечно тонко нельзя делать только полимерная шпаклевка которая вот как я рисовал и говорил вот так вот она все это дело обволакивает полимер да он позволяет сделать самый тонкий слой тоньше нельзя и иллюзия что можно нанести тонкий 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 слой и он будет хорошо держаться например под окраску рассыпется только полимер только полимерка и мы сталкиваемся с этими проблемами в по факту когда говорим о том что мы сделали там слой шпаклевки начали красить а он размывается разлива рассыпается до от валика потому что он размывается потому что нечего держать если слой полимера или полимер связывающий зерна заполнителя да а на сегодняшний день мы по крайней мере работаем с фракцией от 15 меня алексей поправить если что да до 200 микрон с основным содержанием где-то 40 80 до алексей до заполнения практики встречается по идее в нашей шпаклевки максимальная фракция может быть 200 микрон по идее к сожалению бывают там косяки называют до связаны не только с моим с нашими до проблемами с проблемами поставщика когда мука не домовано вот но суть вот такая вот меньше чем пол миллиметра до четверть миллиметра нанести нельзя но должен быть большее количество полимера чем тоньше шпаклевка тем больше в ней должно быть содержание некого полимера который связывает иначе это будет грубо говоря мы приближаемся к краске уже но наполнитель должен быть то есть удешевление и так далее вот такая вот кирпи теоретическая база да поэтому преимущество полимерный шпаклевок перед гипсовыми и цементами именно в минимальной толщине слоя зачем это надо а надо это ребят по одной банальной причине да наша строительная поверхность она вот условно говоря всегда вот такая под микроскопом да и выровнять эту поверхность мы можем вот так и получить гладкую поверхность да но в принципе можем ее выровнять и вот так в чем разница между первым и вторым слоем в расход материал расход материала это что такое день денежки то есть чем тоньше слой тем больше денежек остается на экономится ресурсы да когда-то вот совсем еще недавно да то есть автобус пас который ездит по городу и живет там 60 литров бензина на 100 километров но сейчас это как бы непозволительная роскошь потому что за это нужно платить очевидно что чем тоньше материал и более тонкий слой он дает тем он интереснее именно поэтому еще раз полимерки эффективны именно на финише ну если вот общее вообще в массу брать да они здесь наилучей степени проявляют свои характеристики теперь у нас вопрос цены да и расхода материал еще одну схемку нарисую да а от чего зависит расход материала берем поверхность один метр на один метр и на толщину например один миллиметр сколько мы стратим материалов для того чтобы заполнить сделать такой параллепипед один литр это 0,001 метра кубического то есть любой материал независимо от чего всегда будет литр сухой готовы и так далее то есть мы заполним литр материала именно поэтому грамотное решение компании шитров не писать килограмма сказать ребята литр разбирайтесь дальше сами вот но ну в принципе как бы продаем дадут в основном рынок построен на и не на ну то есть не на литрах да вот здесь вот напишу литр на литр а на килограмм почему там во всех мешках пишет килограмма на самом деле мы в объеме используем литры почему коммерсы то есть чем больше пурги тем легче заработать денег то есть это банально и человеческое как бы желание да на самом деле литры но платим за килограмм и вот килограмм и нам дают вот эту вот такую вот парадоксальную вещь да особенно это плотность материала оказывает колоссальную роль вот одна одна посылка да но возвращаясь к предыдущему фактору хочу сказать что я как бы больше полимер как сегодня все мы говорим как бы так вечер да так вот полимер главная задача это не толщина и даже не миллиметры хотя там где нужно они всегда работают до задача в том чтобы сделать как можно тоньше слоя и тонкий слой дает нам ту самую экономику теперь еще одна интересная вещь что такое усадка вот откуда и как работает усадка да и откуда мы все там плачемся о том что у нас там вот 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 так происходит да действительно да так у нас материал проваливается внутрь да и более того вот здесь вот образуются трещины могут и здесь образовываться усадочные что такое усадочная трещина усадочная трещина это связано что объем воды как что мы говорим должен куда-то испариться он чем-то замещается либо вода испаряется и остаются поры воздуха и тогда усадки нет либо воды меньше либо вода если плотный абсолютно материал она куда-то высыхает скажем пожалуйста вот что быстрее высохнет чашка с компотом или чашка с киселем потому что связки нет да так вот материалы одна из критических замечаний которые мы часто слышим да это то что материал медленно сок есть такое да в том числе с полимеркой но зараза если он будет быстро сохнуть то он сохнуть будет неравномерно то есть у него вот эта часть вот это уже сухая а вот эта часть у него не сухая и вот а вот здесь эта часть начнет ее сюда тянуть и здесь будут раскрываться трещины и трещин может быть много больше или меньше это и для того чтобы сбалансировать как правило вообще настройки в частности в мире вообще до всегда был щит и меч там танк и пушка два разных параметра вот компромисс между компенсации усадки минимизации и отсутствием трещин да это вот постоянная борьба то есть мы пытаемся с этим бороться и многие ну как бы все производители имеют воды все чтобы был какой-то некий компромисс который нам необходим вот мы с этим компромиссом как бы пытаемся бороться и здесь нет никакой одной истины как правильно быстро медленно и так далее скорее всего вопрос по специализации что мы хотим вот в таком случае надо быстрее и так назначение но мы кстати прекрасно знаем когда материал сохнет быстрее вот мы положили некий слой материала абсолютно просто воды где физически меньше содержится на хочу показать два основных параметра независимо от толщины как бы теории которые влияют до первое это испарение а второе это поглощение вода уходит внутрь поверхности так вот тем она больше уходит туда и сюда тем как бы то есть от этого знаку этих двух параметров зависит высыхание жарко сыра да ну красочники вот я слышал замечательную вещь сам лично этими вещами пользовался активно до красить в сухом помещении плохо красить надо когда повлажнее до ведра там увлажнитель еще что но это вот такая вот теория лучше меньше пить и то есть если сухо ты бук она уже высохла и загиры пошли поэтому влажность то же самое со шпаклевками если нижний слой слишком быстро впитывает в себя то мы сталкиваемся с проблемой что уже пересохшая шпаклевка слой на слой идут задиры тянуть чем мы решаем то чтобы шпаклевка равномерно впитывалось в основании и медленнее впитывалось основами грунтами и второе мы из компота делаем кисель вот лично мы стремимся киселю сегодня мы видели характерно гарнисант вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот кисель да то есть он висит то есть но кисель естественно не содержит форму и грунт а я о грунте буду говорить как-нибудь на следующем форму листерить обязательно то есть это улучшит характеристики групп красочек для хорошие высококачественной покраски это не помогает это были английские краски все водопоглощение надо убрать ребята пошел купил увлажнитель за все без рекламы важность до у нас все зафиксировано вот и потом пошла покраска 15 квадрат 2 конца москвы покрасили но сложно вот уже намного выше чем допустим валика там краска конечно но это плохо это плохо но я сегодня честно сказать знаю что целый день до уставшие сильно не хочу вдаваться в детализацию да я хочу просто некоторые моменты которые бы в голове остались да на как на базе которых можно будет нанизывать какие-то следующие вещи да ну то есть это очевидно грунт и вязки самой шпатлевки которые позволяют нам эффективно работать в той или иной степени это решает наши проблемы что еще интересного да вот сколько там времени уже я уже продакт могу как бы потихоньку к финишу потому что говорит говорить я дома мы еще по церкви до бесконечности да я хочу перейти вообще просто к рублю вот собственно где деньги где деньги деньги где собираем деньги как деньги берутся деньги складываются первое что самое дорогое настройки время до время года время это время это работа печи бою будем до Самое дорогое это работа, работа, трудозатраты, количество людей. Три человека делают, один человек делают, три производят. То есть чисто человеческий ресурс всегда самый дорогой. То есть здоровье, времени и так далее. Машина, времени и пофиг, она работает в сутках, если у них есть что делать, роботу. Человек работает. Второе, самые дорогие по совокупности, что занимает на стройке, на нашей отделке? По затратам. По затратам. Материал. Третье. Руками мы не работали. Оборудование. Инструмент оборудование. Инструмент на втором этапе. Ну, возможно, тут... Скобка, давай, напишите, пожалуйста. Да, возможности от того, какой инструмент и так далее. Ну, я в общем, да. А что еще играет роль? Время, время. А? Время, время, нет? Ну, время, да. То есть я бы назвал все-таки это транспортно-логистические затраты. Подъем, например, материала, да. Презокупка, балл, 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 балл. Ну, если мешать, организация, то надо инструментом встать. Ну, я так понял, нет. Можно я напишу логистика? Да, да, да. Логистика. Дальше, в принципе, можно детализировать, конечно, да. Но вот основные параметры, в моем понимании, кроются где-то здесь, да. И вот оптимальное соотношение вот этих параметров и дает нам совокупную стоимость квадратного метра работы. И когда мне говорят, что материал минус 5% это главное, да, или, может быть, инструмент надо брать подешевле, да, а не подороже. То есть линейной зависимости нет. В каждом сочетании конкретного случая эта зависимость есть. Но есть одна характерная особенность, к которой мы стремимся, ну, по крайней мере, мы стремимся как компания, да, делаем. Вот, скажем, пожалуйста, вот у нас есть стена бетонная, да. А как я говорил, мы можем ее выровнять здесь, можем выровнять вот ее здесь. Вот в чем разница между тонкослойным выравниванием и тонкослойным выравниванием? Главное. Штоп материала. Да, денег. Ребят, всех позиций. Логистика прет. Всех позиций. Когда мне говорят, я абсолютно за штукатурку и так далее, да, но когда мне говорят о том, что да, все нормально, мы сейчас, ну, простите меня, такое, как серое слово, да, я не хочу сказать. То есть, там, Ротбон, там, все, перетрем и будет лучше, чем шпаклевкой, да. Глинцевать надо. Глинцевать надо. Трудозатраты там присутствуют дополнительно, и кто знает, какие, да. Можно еще сразу выдавить. Можно еще раз выдавить. Ну, да, то есть, а главное, это вопрос, а миллиметр можно положить, то есть, 5 миллиметров можно штукатурку положить? Минимальный слой штукатурки? Ну, 6-10 миллиметров. 6-10 миллиметров, да. Минимальный слой шпаклевки? Один, даже пол. Нет, 40 микроб. Ну, вот мы совсем не будем, да, но, грубо говоря, разница в порядок где-то отличаться может. В 10-м раз. Да, в порядок. Соответствующим образом, да, если мы забываем о логистике, что нам надо привезти фуру со штукатуркой, потом ее поднять, доставить на объект, потом нам нужно будет ее переместить. Засветилась. Машиной или не машиной, да, и доставить до объекта. И вот я хочу закончить на, ну, как бы, разговор сегодня о том, чтобы считать надо совокупную стоимость квадратного ветра, а я бы еще здесь добавил фактор, который я очень люблю. Четвертую позицию на первую поменять. Владение. Саша, здесь нет, как Миха сказал, иерархии. Нет, они все важны. Вот это мы все сделали, сдали объект заказчику, да, и возникает такой, ну, как бы, приятно-неприятный кумулятивный эффект, да, особенно я точно знаю, мы сейчас разговаривали, да, то есть, вот, примером у меня является такой, есть у меня, знаю, дай бог, живой, да, тоже мастер из города Магнитогорска, да, он говорит, ну, разговаривать достаточно давно, он говорит, вот, с этим я работаю, а вот с этим я не работаю, да, потому что он говорит, вот за эти деньги не хочу работать, вообще я с этим человеком не буду работать. А в чем дело? Он говорит, Господь видит, да, и вот он мне пошлет три порыва вот таких вот, то есть, дешевых, вредных заказчиков. заказчиков вот я начинаю работать как бы с интересными сильными с хорошими заказами мне посылает об обществе это это время владения то есть если работа сделана бы как слава бог нам не относится да там либо материал сэкономлен либо инструмент фиг знает какой либо еще что-то да то и заказчик оказывается такой же в будущем да и в общем-то это нафиг никому не надо если ты делаешь то-то то-то хорошо то автоматически по закону жизни я бы так назвал идет природа владение у меня есть примеры моей личной работы с краской когда мне звонят 15 лет играет между год делаешь да наш телефон мне надо вот сделать вот это его я уже 20 лет не работаю вообще ничего не делал где краску купить делать это почему потому что вот тогда было хорошо скажи кто делает обратно да это очень долго это тяжело это ответственно но тем не менее в конечном итоге это тоже интересно да я уверен что вы знаете об этом не понаслышке не понаслышке все развиваются вот вот такая вот сегодня теоретическая часть от семей да и как бы я с удовольствием продолжу все наши разговоры продвижение да что интересно и с удовольствием можно говорить уже интереснее даже каком-то конкретном материале потому что абсолютно универсальных материалов не бывает материалы все таки я сторонник специализации да работа обязательно должны быть дешевые материалы простые материалы не надо золотом замазывать не знаю фундамент да вот купола наверное имеет смысл покрыть и так далее поэтому каждому материалу каждой технологии есть свое место иногда надо использовать значительно более дешевый материал иногда значительно более дорогой иногда можно использовать убитый шпатить чтобы не портить шпатель за 5 кусков чтобы не было до чтобы а иногда вот только за 5 кусков решает тот вопрос который есть я за то чтобы мы не заужали свой взгляд пытаясь найти один рецепт смотрели достаточно широко и опять же только под это потому что мы здесь все собрались чтобы обменяться мнениями да вот возможностями честно сказать я никогда не смотрел ролики там про фрезерование да вот как где то есть как бы я в свое время делал похоже да то есть как бы делал двухкромочный рубанок чтобы можно было выстрогать но это была целая эпопея да я бы всегда против того чтобы были кромкие миша лучшие согнутые то есть вот современные средства позволяют это делать классно прям вот прям хорошо так что спасибо что вы работаете что вместе я со своей стороны готов в этой компании вместе с вами участвовать и чем могу помогать и чем могу помогать спасибо большое смотри какое предложение есть с вашим талантом разговаривать да и чтобы не распыляться на каждом я хочу делегировать это вам я хочу быть вместе с вами идет реально не смогу чисто физическое общение не смогу сделали да если это будет полезно это кому-то будет интересно да ну честно сказать я здесь вот ну благодаря вот личному интересу да мне это прет но вот работы ответственность сложность заключается в том что как бы так выглядит может не очень хорошо да то есть на мне висит вопросы и производственные и логистические и фискальные понимаешь и партнерские и что только нет то есть вот сложно в нашей стране заниматься одним я завидую своему французскому партнеру истинно я не прихожу спрашивал слушай как эта проблема вот там адвокаты сидят с юристами вот к ним приди я прихожу к нашим адвокатом юристы груз у меня проблема мне надо решить и мне выкатывают вот такой пирог с котлетой да я так сначала пирогом пугают да а потом понимаю что простите меня у меня во все щели да давай давай когда мы это сладкий пришел решение приходится искать самому находить компромиссы и тогда не вот это все просто вот эта часть она для меня для души вот поэтому я с вами так легко и вообще то есть как бы меня это легко это вот то есть это легко но большего времени посвящать и делать и достаточно сложно вот но тем не менее вот писала будут будут форумы да будки другие встречи там на выставку к нам приглашаю на стенд хотя там конечно не так будет вот как здесь до свободно но может быть какие-то интересные программки покажем то есть миш покажи ребятам разошли ссылку да вот этот новый продукт семена для заполнения да то есть я еще раз подчеркну что развиваться интересно в совокупности да и вот компания семин на партнеры то есть они очень большие то есть они как бы большие молодцы то есть они они работают они делают что-то они создают то есть вот тут появился маленькие продукты вы посмотрите и все скажете классно то есть я об этом ходил думал совсем все мои знают да я ходил придумал в голове как бы вот такую фигню сделать чтобы и решилась проблема вы увидите вы увидите ролик и вам надо найти лишь у нас работает бой старый старый стать шпаклевка ру который перед ней не сегодняшний а вот который зеленый я не просто я не хочу сказать кому интересно время есть да то есть можно покопать мой 97 там зимой год для 100 держать 7 года то есть я пытался вот как раз а шпаклевка такая там буду я даже не использовал слова 7 я просто вот как решается проблем а я говорил и сегодня как бы одно из интересных направлений которые интересно мне как производителю мы продвигаем это направление то может быть это не совсем вам доходил сегодня он показал клея вот вопрос стало приклейки кромок решение идеально я точно знаю что она будет работать можно говорить о там вообще клеях о строительных клеях о том как они работают да вот чем специфика разницы и так далее потому что мы как бы на рынке хаос про грунт и сейчас даже не стал специально говорить но грубо говоря клей монтажный клей пена клей пена да это форма это форма это форма как бы продажи продукта аэрозоне грубо говоря просто лежать вот эти вещи может но я думаю что зло как бы эти проекты будут поддерживаться я не буду инициатором сбора да ведь я как бы с удовольствием поддержал там приглашать видео я соберет да и там вы соберете я там найду день-два для того чтобы пообщаться спасибо кому отдать я возьму